Добрый день, запись пошла. Объясняю почему. Год или два назад мы с тобой провели телемост. Мы говорили о вещах абсолютно невероятных с точки зрения нормальной науки, современной науки. И ты знаешь, ни один человек потом не сказал, что мы говорили о каких-то глупостях, хотя это ни в какие ворота не влазило. Сегодня ты мне позвонил и сказал, давай еще поговорим. Я включил камеру, хотя это сильно сдерживает, но как? Одно дело, когда просто разговор льется рекой, а здесь на камеру, сам решай, о чем ты будешь говорить. Но в прошлый раз получилось. Я не хочу, чтобы ни одно слово не пропало из тех, которые, ну как сказать, которые выходят за рамками, именно там за рамками сейчас и все чудеса и творятся. В рамках ничего не осталось. Так, о чем я хочу сегодня немножко тему поднять. Тема какая? Значит, была сделана вытность родней, сделана посадка груш, семечек, южных форм. Это немножко технология Таги Диана, нашего друга, общего друга. Нашего общего друга. А технология в чем заключается? Она, значит, рассказывала о том, что если мы хотим получить нечто интересное, ну по крайней мере, как она это сделала. То есть она взяла семечки... Юра, называй по фамилии Татьяна Александровна Нога, правильно? Таги Диана... Таги Диана, это ее псевдоним. Ну, пусть так. Ну, кто захочет, тот найдет, тот узнает. Да, я... Сам, если что, подскажешь. Вот, а технология в чем заключается? При посадке, значит, южной семечки, она была... Проведена такая технология, значит, семечки были вынуты из южных образцов. Аналогично сделал Алексейка Алексея Ивановича, ну, на прошлый Новый год. Значит, некоторые семечки у Алексейка Алексея Ивановича, значит, вскрылись. Я ему сказал, я говорю, немедленно в посадку, остальные подсушить. Таги Диана тоже самое говорила. Алексейка Алексея Иванович, значит, взял, подсушил и в морозильную камеру. Татьяна Таги Диана тоже самое делала. Вот, и она после посадки получила, значит, плодоношение, плодоношение на четвертый год, что интересно. Вот, то же самое, они не вымерзли, они достаточно под 40 держат мороз. Там у нее интересные названия, плоды были божественные на вид и очень даже вкусные, очень даже вкусные, крупноплодные. Вот, решил, значит, Алексейка Алексея Иванович, значит, такую же процедуру запустил. Сейчас у него порядка 70 образцов растет, оставлены на посадку, посажены, не выкопаны. То же самое сделала ваш программист, Катюша Карташова. Тоже в районе 70 образцов посажено. Там яблоня, там груша. Это мои, наверное. Возможно. Да, она у меня все выписала. Здесь что получается? Вот, значит, с Евгением Городничим мы разбирали эту тематику. Ну и, значит, в бытность девушки из моей родни, Юлия и Тася, Анастасия, они также садили семечки, но без подморозки. Без подморозки выясняется, хотя я им говорил, но они были маленькие, их убеждать бесполезно. В этом случае эти груши заплодоносили на 10-й год. Вот три года Тася уже в плодоношении. Представьте себе, размер груши 280-320 грамм. Тася, в каталоге эта груша уже просматривается. Хотел запатентовать ее с разрешения Насти, но тут неумные люди сказали, что пока ты будешь патентовать, у тебя вся информация будет слита, и кто-то на этом деле хорошо научно какое-нибудь свое достижение откроет. Ну ладно, это 10-й вопрос. Стоит, не стоит, это как бы второй вопрос будем говорить. Вот. И аналогично заплодоносила первый раз Юлия. Вы обратите внимание, значит, на видео съемка сделана, на видео какая красота. И размер такой же, Юлия, конечно, пораньше, 280 грамм груша. Вот. Можно взять, конечно, любую грушу пока. Вероятно, где-то рядышком будет по вкусу. Но любая южная груша – это песок, вода и никакого насыщения землей матушкой. Земля матушка уральская, сибирская дает такой вкус, если уж груша дошла до полной зрелости. И вот это вот Тася и Юлия, они обладают такими вкусовыми свойствами, с таким обалденным вкусом, такой насыщенностью уральской земли. Без зерна, крупный, и вид у них, ну это, вы знаете, и при всем при том, рядом озеро – это средняя полоса между Челябинском и Екатеринбургом, где ветра, где рядом озеро, где минус 45 с ветерком, вы только услышите, что я сказал. Это вообще просто получилась фантастика. И, значит, с Евгением Городничим мы сидели, ну, без всего разбирали эти все составляющие, откуда, что берется. И, значит, определились на чем. Проморозка, я предлагал, должна быть заморозил, отпустил просто в холодильник. То есть, минус 25, как Алексейка Алексея Иванович замораживал в морозилке, минус 25 – подсушенные семечки. И потом… А по времени? На три дня просто в холодильник, потом опять в минус 25, опять просто в холодильник, опять в минус 25, четко у него английский, по-моему, холодильник или какой-то, или Бош, там четко температура показывает. И потом просто в холодильник и поставил на искусственную стратификацию. То есть, вот этот момент цикличности с Евгением Городничим, ну, он оспаривает, он остался при своем мнении, но это как бы… А при каком? Это как бы его видение. Может, он и прав, может, я не прав. Так в чем он прав, в чем ты не прав? До сих пор… Цикличность, я вот считаю, цикличность для чего, как у Таги Дианы? Это, по сути, мы, значит, запускаем процесс, запускаем процесс выхода из памяти свойств, которые были заложены, заложены в памяти, расшатываем наследственность, будем говорить, расшатываем наследственность, то есть мы залазим в память генома, генома. У нас есть Валерий Константинович Железов, который в свою бытность говорил, что любое растение, оно пришлое, но никак не пришло, значит, как бы от далеких, далеких, ну как, от клетки там прошла производная, то есть это пришлые. Я с этим вынужден согласиться, то есть в юности, в глубокой, в памяти этих яблонь-груш заложена высокая морозостойкость. И при посадке в наших суровых условиях мы, по сути, скрываем эту программу. А вот этот элемент цикличности, он пробуждает более ранний выход в плодоношение. Вот это мое личное мнение. И еще один момент интересный. Если вы хотите, если вы хотите запустить этот процесс более раннего плодоношения, наступления в плодоношение, необходимо менять полярность. А что такое смена полярности? Допустим, сенец у вас растет. Вот прошло где-то 4 года, семечковые, они по факту вступают в плодоношение, если не трогать, не трогать, на 10-й, 14-й год, как Валерия Долматова, яблоко Долматовское. На 14-й год где-то. И то оно было сначала корявое, а потом оно приобрело все формы. Вот. И что интересно, значит, хочу я этого, не хочу, но для чего вот этот вот сайт, допустим, Железовая Валерия Константиновича, мой сайт, это по сути паутина. Паутина, информационная паутина, будем говорить. Я вот хочу того, не хочу. И вот сейчас уже идет просто такой сбор информации. Поступают очень интересные экспонаты. Вот, допустим, от моего друга, он строит храм Ародан в Красноярске. Вы представьте себе, там минус 50 почти ежегодно. У староверов нашел яблоко, которое также из семечки южной похоже. В этих условиях суровых они никогда никому не давали. Ну, вроде как я убедил, что, ну, держать и не делиться с народом, ну, с людьми будем говорить, это не есть правильно. Не есть правильно. И Красная Старовера, паналок Лоба, у меня теперь этот образец появился, я как бы в предложении многое уже взяли. Форид Тухватуллин, садка, горнозаводская зона, ветра, минус 50. Пожалуйста, нашел яблоко. У него, ну, как говорится, там по работе тракторист, у него не вот такие мои кулачки, у него один кулак вот такой, так яблоко в кулак не вмещается, 500-граммовое. Минус 50 выдерживает, 6 метров высотой и в диаметре где-то метров 7. Это яблоня лет 30, ежегодное плодоношение. Вот вам как бы идет информация, то есть образцы, которые с южной направленностью, они в программе, я не скажу, что все, но они обладали юностью, они далекой юностью, а это существует программа латентного спящего состояния. И при цикличности, ну вот это тоже мое мнение, при цикличной заморозке, опускании, мы пробуждаем эту программу спящего состояния. И потом при посадке в уральской среде обитания, в уральской, в сибирской, вот эта программа отрабатывает. Какие-то генпризнаки выходят, а нам нужна морозостойкость. А что такое ДНК? Вспомним Горяева, волновая генетика Горяева. Он как утверждает, любое растение можно ввести во фрактальное измененное состояние времени. Так же, как и нас, ввести в состояние комы. В состоянии комы мы не ощущаем критичных воздействий на нас. В состоянии комы, будем говорить через тире, фрактального измененного состояния времени, растение уходит в измененное состояние восприятия внешней среды обитания. То есть морозостойкость кратно изменяется. В данном случае, при критичном воздействии, ДНК дает команду, ДНК как мозговой центр, но это не мои слова, это Горяева, это мозговой центр растения, дает команду на вскрытие резервных сил растения. Резервных сил. И получается, что вот эти свойства, да, оно может подмерзнуть. Вспомним Железова. При подморозке у него клоны селекционные. Ученые бы сказали, это у нас что? Это у нас идут, значит, как же они называются? Валерий Кочин, подскажите. Забыл это слово. Ну ладно, сейчас вспомню. Вот. И в этом состоянии, в этом состоянии, значит, растение выдает те свойства, которые в спящем состоянии. И раз подмерзло, два подмерзло, а может быть и не будет подмерзать. И вот эта вот морозостойкость, она уже с течением времени выходит и закрепляется в свойства. А свойства, которые были на юге получены, в южных образцах, они остаются. Вот сейчас, в этом году, оставил, коли затронул тему фрактального измененного состояния времени, оставил в посадке, это тоже мне друзья из Садки, Игорь из Красноярска, у которых минус 50. Они и Алексейка Алексеевна, кстати, случайно оставляли, значит, пирсик Алексейка Алексеевна. А нет, в Садки оставлял персик Алексейка, Алексей Иванович оставлял, значит, черешню. Тещу попросил посадить, она не посадила, в открытом пространстве, в горной зоне. Зимовали под открытым небом, но не под снегом, в морозе. Там было 45, в Садке минус 50. Весна пробуждения, они открываются и растут. Вот сейчас я буквально оставил три персика, посаженные именно весной. Осенью они вымерзают. В состоянии комы, фрактального измененного состояния времени, они зимуют. И вот посмотрим, они весной у всех моих друзей пробуждаются. Кажется это на ядре. Ядро – это память растения, это ядерная составляющая, будем говорить. А плазма, околоядерная составляющая, это как вегетативная составляющая. Вот. При тройном плодоношении, вот эта вегетативная составляющая переходит, значит, в закрепленное. Валерий Константинович, наводящий вопросы. Так, у меня накопились вопросы. Вот. Как говорится, за базар отвечать надо. В чем вы, это, и ты сам сказал, городничий, умнейший мужик. В чем у вас разногласия? Он утверждает, что вводить в состояние стресса в морозильной камере нет необходимости. Ха-ха-ха, вот он отец. Я считаю, что вот эта цикличность, эта цикличность, это сказывается на пробуждении ядра, раннем пробуждении ядра. И это, в свою очередь, будет сказываться на раннем вступлении в плодоношение. Ну, это, я не генетик, я практик. Ага, погоди, погоди, генетик, тебе. У тебя мало того, что это, у нас с тобой уже шаманами обзывали, это ладно, это просто кличка. Почему я тебе говорю, Константин, ни к чему. Послушай дальше. Мы друзьями ждать, не надо, не надо. Детей, дед, ты знаешь, что мне прилепили кличку Лысенковец? Нет. А ты тоже решил с Лысенковцем? Будем, как Путин говорит. Это наши друзья. Как ты относишься к Лысенко, к агробиологии? Партнеры, партнеры. Он работал со злаками и делал то же самое. Ты мне скажи, как ты это, кличка тебя устроит, Лысенковец? Ко мне давно прилепили. Я почти Лысенковец, так что я спокойно воспринимаю. Нет, нет, давай так, давай не путать Лысенковец и Лысенковец. Слово слово, Химеры, господи. Химеры отдельный разговор, это моя любимая тема, давай по порядку. Не путай Лысенковец и Латинковец. У тебя будут свои Латинковцы. Лысенко все это проделал со злаками, так? Сейчас я специально сказал, в чем различие, ты сказал, проморозка. Вот, городничество сказал, не обязательно проморозка. Так я понял. Ну, возможно, он и прав. Ну, все, тогда это, сразу какое-то. Нет, давай что-то одно. Значит, я придерживаюсь, допустим, я тебя послушал, да? Я же все время работал только с привитыми. А эти-то я культуры никогда не доводил до отношения. Сама идея, ну, как сказать, не идея, ну, как, сама направление верное. Я, например, считаю, что проморозка в эту самую... Цикличность. Ну, естественно, несколько проморозок, значит, цикличность. Вот, дает гигантский шаг для селекции. Тут мы с тобой, вот, не могу руку протянуть, экран мешает. Вот, так, гигантский шаг. Не проверены до конца. Да, вот, наука сейчас... Знаешь, чем они занимаются, сказать? Не, не надо, не надо, не надо. Радиация и химия, да знаешь, прекрасно. Здесь суть вот в чем. А проморозка, где их эти 50-градусные? В коле идет удар, изотопный удар. Здесь идет то же самое расшатывание наследственности. Но ДНК с ума сходит. Во! ДНК сходит с ума. А у нас тоже сходит с ума. У нас в зоне прививки тоже с ума сходит. Грязная ДНК. Я с тобой согласен. А теперь, ты же первым сказал слово химеры. А химеры, это тоже с ума сходит. Вместе прививки. Вот. Стоит этим заниматься. Ты уже не нам, скажи людям, которые увидят этот фильм. Все вегетативные гибриды, которые мы получаем, которые мы получаем, вегетативные гибриды, то есть, возьмем Железова. Когда, значит, при прививке, при прививке, получается некоторое уклонение, некоторое уклонение от шорта, от шорта заметим, это вегетативный гибрид. Для наших партнеров, будем говорить, они их называют химерами. Нет. Я считаю, это не химера. Коли любое уклонение есть, любое уклонение имеет программу. Эту программу, если использовать и привить на аналогичный сейник с такой же программой, я ее называю на культурный сейник, а не аналогичные программы, то мы искажения вот этой вегетативной программы не будем иметь. Закрепим. Вот, слушайте, я получил от, значит, Морпех, сейчас я не знаю, он живой, нет, он инсульт перенес, Морпех Давыдов Сергей Иванович на академик, он жил в Благовещенске, значит, в тех регионах, он на академика двухлетнего прививал персик канадский образцы и получил медовую линию, ну, это я потом назвал медовая линия, он получил образцы, которые мне прислал. Вот, сейчас этого, похоже, этого Морпеха уже нет, и его честь я, скорее всего, это будет в его честь названо, я их привил на Хабаровский, на Сиенце Хабаровского. Вот сейчас получены образцы, которые три года уже плодоносили, то есть это закрепленная форма МЛ-1, МЛ-2, МЛ-3, МЛ-4. Вот не сегодня, а завтра, значит, на днях программист выставит два этих видеофильма. Вкус, по сравнению, если сравнить с Серафимом, с Хабаровским, хоть многие Амуром, а многие скажут, да вкуснее же не бывает. Вы знаете, между персиком и этими абрикосами существует, наверное, вот как раз вот эта медовая линия, потому что идет и от персика, и от абрикоса. Деревья шестиметровые, вот сейчас уже, с Лесенки я съемку делал. Катюша Карташова, программист, косточки уже имеет. Лично она пробовала, можете ее попытать. А что пытать? Она отчиталась, она попробовала мою Фаину. Она подтвердила. А Фаина... Любой, кто у нее спросит, что это за медовая линия, она, ну, дала оценку, ну, как она выразилась, ну, все едала, ну, такого не едала. Ну, ты мне новость не открыла. 50 грамм. Да, у нее получилось, из моих Фаин, даже сеянцы получились. Вот. А, ну, вот как бы вот так. Так вот, самое интересное, что у нас все это... Смотри, мы идем с тобой в одном направлении. Вчера был вебинар. Впервые был рядом, сидел Сергей Железов. Я его благословил, он первый участвует. Так? Вот. И мы решили, следующее направление будет теперь его. Потому что у меня некоторое удалось укропнить несколько сортов за 100 грамм абрикосы. Вот. Как закреплять? Ни хрена не получается закрепление на этих, на сеянцах опять маньчжурцев. На диких нельзя. И все, и он теперь, но уже выращивать сеянцы культурных, а потом на них привать. Нет, выбрали мы компромисс. Это для таких фанатиков, как ты. Мы люди практически, нам жрать нечего. Нам жрать надо что-то. Будем работать так. Я уже начал. Значит, есть молодые, прекрасные, трех-четырехлетние, полсотни саженцев, привитых уже. Самые роскошные. Академики, фаины, королевские. Третий этаж будет. Все. Вот это и будет закрепление. Это, с тобой никогда не поссоримся. Ты тоже с этого начал. Вспомни, первый тут разговор. На культурное. Но все-таки на маньчжурцах. Иначе могут не выдержать. Вся работа к черту. Когда? Нет, нет, нет. Первый этаж маньчжурцы у нас остается. Твой вариант, это твой вариант. Ну, ладно. Ну, 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 пойми, ты кушать хочется. Вот. Мы же достигаем каких целей. И мы же, нет, это не халтура. Это просто компромиссный вариант. Маньчжурец. Роскошный сорт. Она роскошная, потенциально еще более роскошная. Я добью 150 грамм плодов. Все равно. Они, наоборот, измельчали. А я не могу их вернуть, их эти. С Украины привез. У родителя плоды 150 грамм. Банку не влазили. Представляешь? А у меня уже четыре разновидности все мелкие. И вот тогда, и что интересно, да? Когда Сергей, это, Сергей сказал, давай на третий этаж вешай, то есть третьим этажом. Я говорю, у меня уже, это Петр Великий с огромными плодами уже привил. И получается, что у нас у всех, у тебя, у него мысли сходятся. Но вот это вот различие, оно не принципиальное. У меня бы третий этаж, а у кого-то он бы второй этаж. У тебя, ты большего добьешься, но у тебя шансов заморозить больше. Все равно согласись. Да я бы не сказал. А, ты не забывай, что для меня Урал даже себе разницы не вижу. Я 45 с ветерком. Вот, вот, вот. И у меня спрашивают, это самое, значит, Садка, Игорь из Красноярска, материал от меня у них держат. Да у меня вон же с этого, клялся, у меня фильм есть, я его не подговаривал, что минус 57 выдержали. Ой, 57, я не знаю, это запретили. Ну, я сам, я еще говорю, мужик стоит, я его на него камеру направил, клянется и все. Но это еще не факт. Потому что подготовка к зиме играет, значит, играет. В этом году осень была, допустим, сильно сухая, а может быть, даже плюс для абрикоса. А другой раз очень сильно мокрая, вот самое, разуможится же, та же самая, сок, и все, и он может быть не 57, а 45 замерзнет. Это еще не факт. Но направление, наоборот, интересно, ты тот, ты я это. Давай вернем качество до конца. Есть же абрикосы, которые в банку не вылазят. Вот эти абрикосы, эти абрикосы, с ними просто надо продолжать работать, продолжать работать. Но у меня третий этаж, это предел. Я понял. И я считаю, все-таки, любое уклонение, которое в научном мире называют химерами, вот, это надо все-таки использовать в закреплении свойств, в закреплении, а закрепление, но я просто на пальцах постараюсь все равно свою точку объяснить. Коли программа, значит, южный образец, привитый на манжурский, здесь отработали две программы. Программа манжурца и программа южного образца. Что-то мы получаем в виде закрепленной формы. Одна от южной, другая идет от манжурца. Но она не закрепленная. Вот именно вот этот вегетативный гибрид, который в научном мире бы назвали химерой, обязательно надо ставить на аналогичную программу, хотя бы на три года до начала плодоношения. Закрепил, а потом ставь на манжурца и гони, сколько влезет. Вот хоть и тресни, но меня никто не переубедит. Канстанин, вдруг ты мне, но... Вчера я показывал во время вебинара, я показал несколько фотографий. На одной, допустим, был абрикос вишня, то есть не так, абрикос черешня, на другой персик абрикос и так далее. Я пытался Сергея, ну как бы прикалываясь, я говорю, ну ладно, вот на абрикосе нормально. Так вот, я его хитрый вопрос задал, прям хутерей не бывает. Вот персик привит на абрикосе, так, теперь я ему говорю, передалась морозостойкость персику? Он говорит, да. Я говорю, а теперь возьмем и отрежем ветку персика, по нашему химера или там по наушевому. Там сохранилась морозостойкость? Судя по твоим словам, сохранилась. Он долго растерялся, не растерялся, но в конце конца сказал да. То есть, а теперь я говорю, а на этом самом, на подвой абрикос, он морозостойкость сохранил или потерял, от персика ему передалось, и тогда я пришел, мое мнение, что получилось усреднее, не Е. То есть, если брать как единый организм, корень общий, то есть, получается, несколько градусов персик прибавил, несколько градусов абрикос потерял. Вот так я, вот примерно вот на этом уровне я сейчас и беседую. дальше я не копаю, потому что, как сказать, беру теперь эту ветку и переношу на третий этаж уже культурную. Это чисто твое, ты говоришь, культурное, надо привить на культурное, но все-таки фундамент дикарь. Вот не могу я от этого отказаться. А культурное поможет сохранить наработанное качество. вот так. По вот этому именно направлению. Персик, абрикос. Абрикос персиковый, значит, бытность. На абрикосы я прибывал сенец шлихта. Все они у меня погибли через некоторое время, за исключением одного. Вот. И у меня там получился персик, вырос где-то трехметровый. И я делал чум. Вот. Ну, где-то там в интернете, вот с твоей подсказкой, значит, чум делал. Ну, райские морозы это, как бы, не средние полосы. Как я не пытался закрыть, чум этот у меня не спас. То есть, где-то пять слоев укрывного, два-три слоя полиэтилена, целлофана, ничего не помогло. Вымерз по самую, не могу, по самый низ. По месту прививки. Место прививки где-то было сантиметров пять-шесть диаметром. Жалко. Обрезал. За сезон вымахали побеги от абрикоса. Так. Что это у нас получилось? Не знаю. Сейчас ты скажешь. Наши будем говорить химеру. Сейчас раскроем по косточкам. На второй год заплодоносило. На третий грубо. Ну, где-то так примерно. Плоды были такие, никчемные, будем говорить. Во-первых, растрескались, во-вторых, вкус какой-то непонятный. Но, пометуя как бы посты Валерия Константиновича Железова, значит, ждем вторичного, третичного плодоношения. вот когда они, ну, как бы это и по всем биологическим понятиям, значит, ждем плодоношения на третий год реального. Из реального плодоношения что получилось? Вот, прошлый год, позапрошлый, и это, и этот сезон. Получился абрикос персиковый. Серафим считается, ну, вот по всем из всех, которые я знаю, он раньше Амура, Хабаровского где-то дней на 10 начинает плодоносить. И на такое же количество дней получился вот этот абрикос персиковый. Вкус у него рядышком с персиком получился. В районе где-то 33-35 грамм вот такой вот абрикос. Вкус персика видео посмотрите у меня на сайте абрикос персиковый. По-моему, за этот год да, есть. Вот. И вкус феноменальный, конечно. Третий год плодоношения в этом году я черенок уже нарезал и с следующего года как бы да надо, конечно, закрепить еще на абрикосе контрольно закрепить. Но я считаю, поскольку тройное плодоношение было, форма уже закрепленная. Вот к тому, к тому, что значит, при прививке персика на абрикос подвой выдал информацию персика, только не напополам. Он программу снял с персика. Программа снята, но не до такой степени, что он тифти-тифти, нет, боже упаси, снята программа вкуса. Снята программа раннего срока, две программы сняты, вкус и ранний срок, окрас, третий показатель, три показателя сняты. Вот. Ну вот, как бы так. Очень интересно получилось. Очень интересно. Морозостойкость потерял или не потерял, или непонятно. А, морозостойкость в подморозке не видел. Вот за эти годы я в подморозке, ну вот прошло сколько, где-то лет шесть, лет шесть, да, шесть лет, шесть лет после того, как персик погиб, а здесь всякие морозы были. Ну, это не морозобойный участок, это относительно теплый, но тем не менее за сорок-то было с ветерком. Ну, вот так как бы. Так, ну что получается гражданин Лусенковец? Ну, пора это небо в клеточку. Нет. Сейчас времена такие слева химеры, справа химеры. Раньше вы посадили, а сейчас не заметят. Как говорится, пытаемся новые сорта вывести, вегетативные гибриды. Кстати, хочу, что интересно сказать. Значит, на сайте в разделе статьи прочитайте как раз две интереснейшие статьи на эту тему. Две интереснейшие статьи за прошлый год. Ну, вот так. Ладно, ладно. Так, ну что получается? Получился фактически фильм, вот, я его назову телемост с Латинковым номер два. Так? Ну, там точка. И дальше, значит, например, ну, придумай название, ну, такое броское, чтобы обратили внимание на этот. Вот, то, о чем мы говорили, мне кажется, это очень важно. Мы вроде бы говорим о вещах, ну, вот посмотри, сидят богословы, где-то средние века, да? Один говорит, пять чертей на конце иглы умещается, другой говорит, два, и друг другу по морде. Понимаешь, вот, с точки зрения науки мы с тобой сейчас, вот для них все, что мы говорили, извини, для нас это реальность. Почему? Потому что у них нет ничего подобного, они этим не занимаются. Вот. А с точки зрения это такая галиматия, о чем мы говорили, а то, что мы едим абрикосы, их совершенно не касается. Нет, давайте так. Ой, у меня сейчас в морозилке лежат абрикосы, 100 граммовый заморозят. Знаешь, почему? Ну, чтобы натурально, вот они, на рынке такие. Да, не помешает. Я к чему хочу сказать. Ученый мир, это, как бы, наши партнеры будем назвать. Партнеры? Партнеры? Их критиковать не будем, ни в коем разе. Это, мы с ними сотрудничаем. Они нас ругают, а мы, как бы... Нет, нет, если бы ругали. Чем Россия от штатов отличается? Нам пинок под ягодицу в России нужен. Вот, чем больше пинков, тем мы активнее... Да, если бы пинали, нас нету, не существует, ни тебя, ни меня, никого. Нету. Ушла из жизни, много Татьяны Александровны, нету ее. Как будто и не было. Валерий Константинович, все нормально. Это наш узкий круг, как был, так и остался. Все. Ну, добавились, правильно ты, Алексей, как прибавил, Городничин. Но дело в том, что это все равно узкий круг, он так и остался. Нормально. Все нормально. Самое главное, работать надо. И не пинять ни на кого. Чем больше нас, как бы, заставляют думать, тем будет больше результат. Вот. И поменьше нам гордыни, гордыни убрать, и главное, работать. И будет все хорошо. Годы жалко, потерянные годы. На последок, что хочу сказать. Всех с наступающим Новым Годом, всем здравия духовного, всем здравия телесного. Будет духовное здравие, будет и телесное. И удачи в Новом Году. Пока. Спасибо. Я тоже присоединяюсь к предыдущему оратору и выключаю запись на этих высоких словах. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова